Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуваев. И Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. Калужская область выбрана пилотной площадкой для внедрения передовой экологической технологии. В Обгенске состоялось первое городское собрание в новом составе. Комфортная городская среда. За вражьи ведется строительство автодороги. Что такое акселератор и как стать единорогом? В Обгенске учат грамотному продвижению стартапов. 22 сентября в Юхновском районе на территории Национального парка Угра губернатор области Владислав Шапша принял участие в семинаре системы экологического контроля с использованием технологии дистанционного измерения углеродного потенциала территории. В числе почетных гостей мероприятие помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Организатором дискуссии выступило Министерство образования и науки России. Занимающиеся исследованиями в области климата ученые, представители ряда федеральных и региональных министерств, а также руководители российских компаний обсуждали современные решения противодействия глобальному потеплению. Отмечалось, что обязательства каждой страны в решении данной проблемы должны определяться не только с учетом выбросов парниковых газов. Одна из острейших задач – получить обоснованную информацию о национальных стратегических ресурсах, поглотителях и накопителях углекислого газа. Это особенно важно для нашей страны, которая является экологическим донором земли. Данная работа уже проводится в Калужской области. По результатам инвентаризации за 2018 год выбросы парниковых газов в регионе снизились по сравнению с 2017 годом примерно на 200 тысяч тонн. В регионе, где наряду со строительством большого количества промышленных предприятий, внимание обеспечению экологической безопасности тоже немаленькое. И значительные средства эти предприятия, более миллиарда рублей, вложили в зеленые технологии, касающиеся и обеспечения электрической энергии, и снижения выброса, в том числе выброса углерода, и многим-многим другим бережливым вещам. И если каждый из нас, промышленник или просто житель Калужской области, хотя бы немножко свою маленькую лепту внесет в благополучие экологическое нашего региона и нашей страны, я думаю, от этого мы получим колоссальный эффект. В стране планируется создать как минимум 80 карбоновых полигонов. Не случайно именно Калужская область была выбрана для создания первого в стране углеродного полигона для исследования процессов выделения и поглощения парниковых газов. Проект реализуется на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров, расположенных в границах Национального парка Угра. На данной площадке присутствует разнообразный рельеф, растительность, типы почв и гидрологические условия. Это позволяет моделировать различные сценарии расчета углеродного баланса. В ходе мероприятия была проведена демонстрация технических решений для эко-мониторинга на калибровочных участках углеродного полигона, а также представлены результаты исследований и испытаний технологий измерения и анализа поглощения углекислого газа почвами и лесными массивами с использованием космических, беспилотных, наземных систем и методик искусственного интеллекта. Во вторник состоялось первое городское собрание в новом составе. Напомним, что по результатам выборов 29 депутатов вошли в состав нового созыва. В 12 округе победил кандидат против всех. Будут проведены до выборы. Прежде всего народным избранникам вручили удостоверение. Затем необходимо было выбрать главу городского самоуправления. В качестве единственного кандидата на это место был предложен Геннадий Артемьев. У него уже имеется опыт работы депутатом и главой Обнинска. Был выдвинутый кандидат и в составе законодательного собрания области. Немало времени руководил Геннадий Артемьев контрольно-счетной палатой Наукограда. Состоялось тайное голосование. По его результатам новым главой местного самоуправления стал Геннадий Артемьев. Из 27 голосов только один против. Главным принципом новоизбранный глава назвал командную работу. Я уверен, что каждый из нас, каждый из депутатов, выбранных в городе, не только выполнит свои предвыборные обещания, но и совместно с администрацией города, которую возглавляет Калина Сергеевна Башкатова, мы приложим все силы, чтобы сделать город комфортнее, уютнее и краше. И я уверен, что вместе у нас все получится. Сказала на подственные слова и Карина Башкатова. Прошу депутатов в своей работе находить те решения и придерживаться, которые учитывают пожелания наших жителей и мнения жителей. И чтобы в ваших решениях был баланс между населением и публичной ветвью власти. Ну и хотелось бы, наверное, сказать, что любое прорывное развитие нашего муниципалитета, оно может быть, я считаю, только основано на принципах преемственности и последовательности шагов. От должности председателя контрольно-счетной палаты Геннадий Артемьев был освобожден. На данный момент место вакантно. Единогласно было поддержано предложение, что Геннадий Артемьев станет главой Обнинска на постоянной основе. Владимира Викулина, руководившего местным самоуправлением при прошлом созыве, поблагодарили за плодотворную работу и проводили аплодисментами. 29 сентября состоится следующее заседание Обнинского городского собрания. Там будут решены организационные вопросы, кто станет заместителем председателя, кто возглавит комитеты. Также объявят конкурс на замещение должности главы администрации Наукограда. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Масштабное строительство идет в микрорайоне Завражье. Бульвар Антоненко протяженностью 340 метров соединит улицы Славского и Табулевича. Ливневки, пешеходные и велосипедные дорожки, современный подземный паркинг, а также остановки городского транспорта и дизайн ландшафта станут еще одной современной приметой активно строящегося Обнинска. Подробнее расскажет Эльвира Ягудинова. Мы с вами стоим на будущем бульваре Антоненко, который соединит улицу Славского и улицу Табулевича. За моей спиной идет разбивка ливневой канализации. А еще здесь будут автобусные остановки, беговые дорожки, велодорожки и даже подземная парковка. Старт строительства был дан еще 14 августа и сейчас здесь полным ходом идут земляные работы. Сдачи объекта запланированы на июль 2021 года. На строительство улицы Славского и бульвара Антоненко из федерального и регионального бюджетов выделено 143 миллиона рублей. Проведенный тендер среди подрядчиков позволил сэкономить около 18,5 миллионов рублей. На новом бульваре будет благоустроенная пешеходная зона, украшенная малыми архитектурными формами. Установлены столбы освещения, скамейки для отдыха, мусорные урны, проложены велодорожки и современные остановочные комплексы. На улице Славского появятся четыре остановки городского транспорта, на бульваре Антоненко две. По словам главного инженера подрядной организации Владимира Федичева, похожий фронт работ уже был осуществлен на также вошедшем в программу национального проекта «Жилье и городская среда» новом участке проспекта Ленин до пересечения с улицей Борисоглебской. Общая протяженность строительства улицы Славского – это у нас 836 метров, а бульвара Антоненко – 340. Здесь предусмотрено по две полосы в каждую сторону движения. На объекте работает полтора десятка единиц строительной техники и 20 человек персонала. Работу выполняет обнинская строительная компания «Олимп». Строители пообещали приложить все силы к тому, чтобы вовремя сдать объект и не позволить вмешаться в их планы пандемии. На данном объекте мы соблюдаем все техники по охране труда. То есть, вы, как можете видеть, люди находятся в защитных жилетах, в спецодежде. Также предусмотрены защитные перчатки. При вхуроде в строительных городах обязательно руки обрабатываются антисептическими средствами, так как люди проживают в бытовом городке. И для избежания инфекционных заболеваний также проводятся все профилактические действия. Как уверяет подрядчик, в зимний период работы на объекте не будет приостановлены. Ряд работ, к примеру, монтаж электрики и прокладка ливневки, будут продолжены. Данная стройка входит в пятерку масштабных инфраструктурных проектов Первого Наукограда, реализация которых стала возможной благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Эльбира Ягудинова, Сергей Мокрецов, Огнинс ТВ. Агентство инновационного развития Калужской области запускает пилотный проект по выращиванию в Калужской области качественных технологических проектов. Акселератор – короткая и интенсивная образовательная программа по ускоренному развитию стартапа. Был впервые предложен в Наукограде инноватором. Результатом лучших акселераторов мировой практики являются компании стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. Их называют единорогами. Похоже, в инновационном агентстве намерены поставить на поток выращивание этих невиданных пока в обгинском бизнес-сообществе созданий. Как известно, даже при условии сформированной и лояльной целевой аудитории бренда вывод нового продукта на рынок – задача не из простых. Пустить новинку в вольное плавание в условиях жесточайшей конкуренции сродни провалу. Поэтому качественная и продуктивная работа по продвижению новинки на рынке является обязательным атрибутом успеха. Декомпозировать на мелкие составляющие общую стратегию команды и мелкими шажками к мелким целям ее двигать вперед. Вот так доходчиво объяснил суть работы трекера с командой руководитель обнинского акселератора Александр Пустовит. Основную цель участия в трехмесячном образовательном интенсиве по ускоренному развитию стартапа четко определил один из предпринимателей, составивших пилотную группу акселератора АИРКО. Получить больше коммерческих навыков в рамках продаж и реализации своего проекта на рынке. Я все-таки больше инженер, я технарь, чем коммерсант, поэтому необходимы определенные навыки в рамках продаж. По его словам, идея, разработкой которой сейчас занимается его компания, связана с использованием интеллектуальных драйверов для светодиодного освещения, которое отвечает актуальным требованиям российского законодательства в области энергосбережения и электромагнитной совместимости. Обаятельный основатель СММ агентства Антон Языков рассказал, что занимаясь продвижением персон и обнинских брендов, сферы ресторанного бизнеса, дополнительного образования и строительства, он, тем не менее, хотел бы получить навыки эффективных продаж. Кроме того, здесь перед ним открылась хорошая перспектива и личного продвижения. Задача «Акселератора» как раз дать молодым новым инновационным компаниям умения и навыки, которые позволят им лучше действовать на рынке. Программа «Акселерации» стартовала 21 сентября. Анатолий Сотников рассказал, что команды проектов будут участвовать в лекциях по дизайн-мышлению, бизнес-планированию, маркетингу, эффективности продаж. После стартового обучения они скорректируют свой продукт, протестируют бизнес-модели и подготовят проекты к выводу на рынок. Каждой команде будет предоставлен личный трекер – представитель бизнеса или инновационной инфраструктуры региона. Кроме того, «Акселератор» станет той коммуникационной платформой, где молодые предприниматели смогут приобрести полезные для дальнейшего развития контакты. В команде «Акселератора» в качестве менторов выступят ведущие эксперты инновационного рынка России – Александр Пустовит, Олег Бараник, Станислав Триерс и другие. Руководитель «Обнинского акселератора» Александр Пустовит рассказал, что для тех, кто сейчас проходит интенсив, ориентиром может служить пример одной из онлайн-площадок для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Он пришел в американский «Акселератор», будучи молодым стартапом. Он оттуда вышел с капитализацией больше миллиарда долларов. Это тот случай, когда в «Акселераторе» родился так называемый «Единорог». «Единорог» – это компания, у которой капитализация больше миллиарда. Для участия в программе были отобраны 15 проектов по нескольким направлениям, включая технологические и научные достижения и изобретения, проекты в области медицины, фармакологии и биотехнологий, новые технологии в образовании, а также проекты в области медиа и рекламы. Эльвира Ягудинова, Сергей Мокрецов, Огнез ТВ. 1 сентября в городе Балабаново открылась новая современная школа, оснащенная несколькими спортивными залами и стадионом. А в соседней с ней, 4-й школе, свои радости. Обустроены кабинеты точки роста, выполнен ремонт столовой и спортивного зала. Пусть масштабы значительно меньше, но польза для всех ощутимая. Спортзал 4-й школы практически никогда не пустует. Ежедневно в этом помещении проводятся занятия. С 8 утра уроки физкультуры для учащихся, а во второй половине дня здесь собираются на групповые занятия волейболисты, баскетболисты, дзюдоисты и другие любители спорта в соответствии с определенным расписанием. Помещение требовало ремонта давно, нареканий к состоянию было немало. Претензии были сырость, плесень на потолке и очень плохое освещение. Мы на протяжении 5-6 лет уже работали в таких условиях. Да, где-то что-то делали своими силами, но полностью проблему не могли самостоятельно решить. Сейчас все отлично. Хороший свет, чисто. Заниматься – одно удовольствие. Директор 4-й школы Надежда Расческого 25 лет руководит этим образовательным учреждением. Качеством выполненных ремонтных работ осталось довольно. Подрядчик все сделал вовремя, к началу учебного года зал был полностью готов. Этот зал отремонтирован основательно. Я не могу сказать капитально, потому что стены не сносились, ничего не убиралось. Но все снято старое и покрыто всем новым материалом, соответствующим не только санпинерским нормам, но и эстетическим нормам. Ремонтные работы финансировались за счет областного и муниципального бюджетов. На спортзал направлено около 500 тысяч рублей. Практически за две недели получился ожидаемый результат. И главное – довольны ли теперь школьники? Третий «Б» вам нравится заниматься в новом зале? Да! В общем, в четвертой школе старания взрослых оценили по достоинству. Елена Филина, Эльвира Ягудинова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ На сегодня это все. Вы можете ознакомиться с новостями в группе «Обнинск онлайн», в Facebook, ВКонтакте и на страничке Instagram, а также на нашем YouTube-канале. О происходящем в Новокограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания!